Течь из прохудившихся труп уже несколько лет подмывает фундамент дома по улице Фабричной 17А. Жители около двух лет мучаются с канализационными сетями. До недавнего времени все отходы уходили под землю. Несколько месяцев назад во дворе дома начались работы по благоустройству. Около двухэтажки бригады укладывали отмостки и раскопали канализационный источник. Жители рассказывают, из-под дома нечистоты хлынули, словно рекой. Оказалось то, что мы смыв делали, когда она не шла не в колодец, а шла под дом два года. И вот лично в моей квартире унитаз ушел вниз, ванна ушла туда вниз. В общем, мы на воде жили, мы не знали об этом. Мы жаловались, но нас не понимали. Жители дома несколько раз обращались в управляющую компанию. На место даже выезжала комиссия. Ее представители сообщили людям, что доделывать и закапывать источник нечистот должна бригада, которая занимается благоустройством во дворе дома. Однако на наш визит в МУПЖУ-10 отреагировали быстро. Инженер убедила нас в том, что восстанавливать коммунальные сети начнут уже на следующей неделе. Сейчас бригады заняты подключением домов к отопительной системе. Похоже, ситуация сложилась и в Луговом. Татьяна Макеева несколько лет назад стала заложницей внутридомовых коммуникаций. В многоквартирном доме коммунальные сети не справляются с работой. Все отходы в ванной и туалете от соседей сверху текут к нашей героине. Порой Татьяна просит жителей не пользоваться водой. Ее квартиру снизу топит. Я живу с 99-го года здесь. Поначалу не очень было. Потом постоянно в ванной, туалет, постоянно вода поднимается. Сантехники приходят, почистят немножко тросиком. Она тоже самая, но неделю хватало. В ЖЭК обращалась уже не один раз. Мы с соседями писали письма, что этот запах стоит, сырость. И страдает в основном моя квартира первая. Проблем добавляет ситуация в квартире по соседству. Здесь в прихожей располагается люк, доверха наполненный нечистотами. Вода поднимается почти на один уровень с полом. Исправлять чрезвычайное состояние коммуникации бригады, управляющие компании выезжают почти каждую неделю. Там же нет подвала, там же подпол. Как это все ремонтировать, вы сами представляете? То есть мы можем только текущее содержание вести. То есть нас позвали, мы сделали, позвонили, мы приехали, прочистили. А капремонт как вы сделаете? Ну, представляете, подвала нет, как вы поменяете вот эти вот все трубы? Это ломать весь дом нужно. Под полом все это дело менять. То есть мы это сделать не сможем. Это очень дорогостоящее, это капитальный ремонт. Капитальный ремонт коммунальных сетей в двухэтажке запланирован только к 2034 году.